Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима и мы продолжаем проходить игру Яга. Это сказочная игра про Бабу-Ягу. Итак, мы отправляемся в пахотные земли за яблочком. Пойдет ли он туда, куда я его послала? Так, да, я иду. Какой день начинается странствие? Так, четверг. В этот день в его теле больше всего силы. Суббота, я уверен, потому что именно в этот день его враги наиболее ослаблены. Если я права, это должна быть среда. В середине недели он может выдержать больше ударов. То есть защита, ослаблены враги и больше силы. Давайте мы выберем ослаблены враги в субботу. Музыка такая. Он отправился в сельские угодья. Что ты можешь сказать об этом месте? Поля под солнцем. День тепло. Крестьяне косят здесь пшеницу. Но теперь здесь снова зло. Безмозглых тварей вереницы. Они берут, что захотят. Ищут людей, как саранча. На их троне восседал. Числавный вражеский вассал. Охвачен диким он желанием. И не под властью на ожидание. За яблоком пришел Иван. В торгах или в силе был сей план. В торгах или в силе. В общем, либо мы силой будем забирать это яблочко. Либо получится как-то выторговать. Жара невыносимая. Жара невыносимая. Так, все. Врагов мы победили быстро. Так, в общем, будем либо выторговывать как-то. Либо забирать силы. Посмотрим. Враги у нас ослаблены. Сегодня суббота у нас. Так, что это? Это нора. Так, монеточки. Это хорошо. Так, сковать. Что мы здесь можем сковать? Нет, ничего. Мы уже вроде все починили. Ой-ой-ой, хорошо. Железная луда. Палец вампира. Только ты чего. Так, и руна. Руна Велеса. Угу. Так, руна Велеса. А может смастерить что-нибудь получится? Так. У нас есть молот. Молот, молот, молот. Молот, бронзовая оруда. Это нам неинтересно. Так. Кишки буковаться. А молот разбрызгивает вокруг себя слизь буковаться. При возвращении. Угу. Так, руна Велеса. При поломке оружия сила экипированного волшебного предмета. Умножается. Так, а что вот это даёт молот? Это понятненько. Так, вилка. Урон нечисти. Заставляет врагов кровоточить. Заставляет врагов подойти поближе. Если его бросить издалека. Так. Причиняет ещё немного больше боли врагам. Поврежденный враг может уронить копейку. Так. Лёгкий металл. Молот можно бросить ещё дальше. Атакует быстрее. Иногда наносит дополнительные ранения. Это у нас золотая оруда. Наносит урон нечисти. Наносит урон всему, во что попадает. Сильный. У нас такой как раз есть. Так, ладно. Давайте оставим тот молот, который у нас есть. Он у нас молот сильный. Мне он пока нравится. Пока он меня устраивает. Так, а это что такое? Изцарапанный и потрескивающий алтарь. Посвящённый злому богу Черномору. Так. Бог Черномор? Злой бог Черномор. Давайте мы нападём. Я слышу тихий смешок. Откуда он у нас ходит? О! И что же это было? В алтаре воцарила тишина. Ну, это же алтарь. Злого бога Чернобога. Поэтому я и напал. Так. Это у нас кто? А, попался. Приветствую. Думал снова сможешь разбогатеть на моих окронных. Кровных? Так, ты кто? Я не вор? Так, я не вор. Ты совсем уже из ума выжил, старик. Я не вор. Это не довод. Но если ты... Если не ты это сделал, то кто тогда? Это случается каждый день. Я тыщу виновника и заплачу тебе. Так, а что сделать-то? А что делать-то? Так. Роу явно чувствует себя неловко. А что делать-то? Что это за задание? Непонятно. Кудук с несколькими оставшимися копейками лежит открытый. Его внутренняя часть выглядит... Подозрительной. Так. А что это за задание-то? Удача кузнеца выполняется. Непонятно, что он хочет от меня. Задание вроде не дал. Так. А это что такое? Привет. Ты принес вести о его смерти? Он мертв. Кто? О ком мы говорим? Подожди. А ты не разбойник? Так что? Ты расскажешь, что стряслось с нашим сыном или нет? Почему вы спрашиваете? Почему вы задаете мне вопрос о сыне? У нас произошла ссора с младшим сыном, после чего он убежал. Он хотел вступить в разбойничью шайку, которая бесчинствует. Однако они его связали, спрятали и заявили, что скажут нам, где он находится, только за 200 копеек. Семья наша бедная, мы едва наскребли. Так, в общем, они наскребли всего лишь сотку. Жалкие копейни, я научу хорошим манерам. Так, я их... Погодите. Тем разбойникам не поздоровится. Я им преподам руку, которую они долго не забудут. Делай, что собрался, сообщи нам, что случилось с сыном. Еди на восток, а вскоре наткнешься на привал разбойников. Так, иди на восток. Ок, восток, там. Вот это, что ли? А, ээ... Так, что делаешь на всех местах, кузнец? Разве не знаешь, что неподалегую рыщат разбойники? Так, мальчик. И я не намерен торговаться с разбойниками. Скажи, где мальчишка, если хотите избежать моего гнева. Ты вроде плохой боярец. Как насчет такой идеи? Мальчик привязан к большому дубу, уречную. Из лучины мы сразимся за него. Так. Я согласен. Я не трус. Если вы хотите отпустить мальчишку добром, так тому и быть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это было как-то слишком легко. Так, а это что? Ломанная подкова какая-то. И... Мальчишка возле дуба. Так, разбойников я убил. Победил. Что теперь? Так, ладно. Так, посмотрим на карту. Да, я и везде был. Идем тогда наверх. Это получается на север. Так, опять война. Углом легко расправиться, если один на один. Так, части тела подбираем. Части тела это тоже валюта. Так, челками разобрались. Так, и с этим мы разобрались. Золотой зуб еще один. Так, ну все. Пчелки все убиты. Так, здесь ничего. О, печка. Печка чистая вроде. Давайте порыщем. Так, поискать. О, хлебушек. Отличненько. И еще что-то лежит. Это было железная руда. Так, вниз. Кто тут? Так, а это что у нас? Гусь. Проваливай, толстяк. Не надо подарков, человек. Так, а вопросы? У меня есть вопросы. Чего хотеть, толстяк? Почему он заперт? Золотое яблоко. Хватит болтать. Почему он заперт? Зачем вы заперли этого человека? Это подарок. Печальный человек. Подарок есть. Вишенка на груди трупов. Отец гор. Так, отец? Кто этот отец? Чего он хочет? Отец влюбиться. Отец приготовить подарок для полудницы, чтобы она его полюбила. Так, а это что такое полудница? Летний жар. Волосы длиннее мой и рост. Огненный поцелуй. Отец любит ее. И скоро она быть матерью. Подарок в этом помочь. Знаешь ли ты что-нибудь о золотом яблоке? Не говори об этом, толстяк. Это можно знать только отец. Заткнись. Так. Ты кто-то знаешь о яблоке? Расскажи мне. Мы велеет толстяку не говорить об этом. Это тайна. Теперь толстяк подарком быть. Так. Да, быстро я с ними справился. Бедолага. И? Я помогу тебе выйти из клетки. Так. Деревянные прутья исчезли. Предавно открылся путь к свободе. Правда, свобода это всего лишь еще одна клетка. Только без прутьев. Стой. Так. Мне нужна твоя помощь. Мне же никто не поможет. Только мои близкие. Но их больше нет. Чего ты хочешь? Так. Золотое яблоко. Я ищу золотое яблоко. Что тебе известно о нем? Золотое яблоко? Первый раз слышу. Но те существа что-то говорили о яблоке. Пожирающем солнце. Что еще? Я ищу то, что уже никогда не смогу найти. Что случилось? Как ты сюда попал? Я ищу их. Все время ищу. Но уже никогда не найду. Они все еще здесь. Но для меня она всегда потеряна. Пожалуйста, не спрашивай о них. Что еще? Я ищу то, что уже никогда не смогу найти. Так. Полевики. Ты слышал, что говорили твои петюремщики? Да. Они шептались об отце и яблоке. Он ждет, когда яблочко почти поглотит солнце. Звучало бредово. Я ищу то, что уже никогда не смогу найти. Так. Это все? Так, иди домой. Ты сам виноват, что попал. Сиди дома, никуда не выходи. Пойду там, где душа. А душа потеряна. Так. В общем, это какой-то отчаявшийся человек. Очень. Вот у него, наверное, стряслось. Оба-на. Ты заблудился, жирный коротышка? Я пока сдарю его делу. Мне нужно найти золотое яблоко. Сдается мне, ты знаешь, где оно. Нет, нет, нет. Кузнец. Нельзя приближаться к яблоку, пожирающему солнцу. Возвращайся к своему глупому государю. Так, государник глупо предлагает сделку. Так, предлагаю сделку. На что ты готов обменять яблоко? Может быть, у меня есть что-то? Мне нужно яблоко. Яблоко это награда за любовь. Любовь? Что общего между яблоком и любовью? Полудница заслуживает щедрого подарка. Я приготовил вкусное мясо. А с яблоком подарок станет еще лучше. Так, а разделим добычу, поживет царь. Разве мы не можем договориться без драки? Давай поступим по-другому. Один человек не знает, как выглядит яблоко. Я дам тебе поддельное яблоко. Бери подделку и уходи. Не то умрешь. Так, а мне это не подходит. Я должен принести настоящее яблоко силы. На уловки я не пойду. Ну, пожирдяй, я убью тебя, негодяй. Так, все-таки... Ух ты! Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, и съедаем, а значит... Хлебушек. Так, главное вовремя уворачиваться. Вот сюда Ой-ой-ой-ой Так, все, он умер Так, и... А куда ты упрыгнул? Золотой калевер нам достался А куда он улетел-то? Что-то непонятно Так, я сломал тележку И тут ничего нету И тут ничего нету А это не развивается Ладненько, идем, значит, дальше Наверное, что-то он охранял здесь Так, а это что? Это хлеб Кстати, да, давайте булочку еще съедим Так, ваше невезение повысилось Лихо ищет вас Так, это дальше территория Ладно, мы сюда еще попозже Немножко вернемся, а пока сходим наверх Наверху мы не были Так, это у нас Монетка минус один Когда я так цепляюсь Одна монетка уменьшается Интересно Ой-ой-ой-ой Все, машем Короче, до талого До последнего всех убиваем Просто Молот вот-вот сломается И что делать? А у меня, по-моему, второй был У меня был второй молот А, монетки просто теряются Сами по себе Они выпадают из меня из кармана Да что ж такое-то Ого Это что такое? Удар невезения Ваше благословение исчезает Что там было? А У меня все Молот сломался Кулачками, значит, бьем И что теперь? Так, а у меня же еще был молот Вот он Два молота у меня Будем теперь бегать с другим Запасной выход А тот Я не пойму Тут совсем сломался И исчез Или как? Так, это что такое? Этот пруд выглядит довольно оживленным Заглянуть Приветствую тебя, путник Ты поймал меня Саму щуку Отпусти меня И исполню любое твое желание Богатство, сила, съесть Удача Так, давайте выберем силу Я хочу быть сильным Так, золотая руда получит Ну, короче Теперь пруд выглядит довольно спокойно Ну, короче, мне дали Золотую руду И это была щука Та самая Так, еще куда у нас пути есть? Так вот Нам нужно вот сюда Вот это у нас какое-то горящая, да? Горящая печка Так Так, взаимодействовать Поискать Взобраться Горящий вулкан Это у нас Значит, горящий вулкан И сейчас пойдем мы вправо О, хлебушек валяется Монетка валяется Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну Это было легко Так, сундучок Ого Сколько тут Ой-ой-ой-ой-ой Хлебушек Блин, а меня убили Да, надежда потеряна Он ползет к поселку В надежде спастись Иван не готов сдаваться Жертву своим добром Он продолжает сражаться Так Продолжаем Всем своим добром Короче, я потерял Часть денег В общем Когда я умираю Получается Я теряю Либо часть денег И продолжаю Либо я Возвращаюсь в деревню Там восстанавливаю силы И прохожу по новой Ну Да Такой себе Так Где у нас выход Вниз нам надо Вниз И по дороге Хорошо Значит Идем В другую локацию Как это монетки Это монетки Те самые Которые я терял По дороге Так Выходим Вот Молодец Иван У тебя есть яблоко Или У тебя настоящее яблоко Это здорово Лучше и не может быть Готов ли ты на тарелку Его положить Дорогой мой Иван Просьбу Исполни одну Для меня Отдай ты мне яблоко Что у тебя Не переживай Я не оставлю тебя умирать Тебе придется Лишь немного Соврать Это мой тебе подарок Яблоко Полностью Золоченое Можешь оставить Его себе И не важно Как ты поступишь С тем Что у тебя Уже есть Но попрошу Иван Я тебе здесь Сейчас Кузнец Мой милок Настоящее яблоко Мне ты Отдашь Так Угу А меня бабуля Попросила Короче Отдаем яблоко ей Неправильно это Цар твой злодей Нельзя ему быть Мощней И сильней Золоченое Царю я отдам Легко А настоящее Себе Ты оставь И спрячь далеко Благодарю тебя Иван Поступаешь ты мудро Лучше придумать Было бы трудно Прощай Иван Мне пора идти Ведь многим Предстоит меня найти По велению Или по твоему Хотению Мы увидимся Снова Но помни Цар твой Не хозяин Своего слова Вот так вот Значит Идем К царю Судьба Ивана Зависит от его выбора Чему научился Иван Так Цепные виллы Могут поранить Цепные виллы Наносят урон При касании Врага Переходим К следующему Скорость увеличивается После убийства Существа Рукопашного Боя Эта фигня Я лучше Останусь На своем месте Оттые виллы Не притягивает Больших врагов Но заставляет Их Кровоточить Давайте Урон Выберем Оттые виллы Так Ну все Значит Идем Мы Царю Даем Яблоко Продолжение следует